Дорога на улице Уральской своим рельефом очень сильно напоминает одноименные горы. Только вот вызывает не восторг, а сплошное негодование жителей этой улицы. В межсезонье же здесь в прямом смысле не пройти, не проехать. Жители улицы Уральской вдвойне радуются теплым сухим дням. Для них это в первую очередь более-менее нормальная дорога. Хоть с кольёй и буграми, зато ни машины, ни ноги не застревают. Улица Уральская без преувеличения является одной из центральных улиц микрорайона и растянулась на несколько километров. Не первый год жители пишут письма и обращаются в различные инстанции. Но дальше обещание внесения в будущий план строительства дорог, дело не идёт. Рашид Аль-Мухаммедов живёт на этой самой бездорожной улице Уральской. Уже несколько лет он пытается добиться ответа от чиновников, когда будет заасфальтирована дорога. Достучаться пока не удаётся. Сказали написать заявление, может быть мы ответим, посмотрим, рассмотрим. Я написал заявление, именно расписал, как надо предоставить полностью все отчётные документы на эту улицу, все бухгалтерские проводки, какие деньги, движение денег проходило. В итоге и два вопроса. Почему у нас нет асфальта? Почему на улице, которая соединяет два микрорайона Косёва и Восточная-2, всё ещё нет асфальта, которая является одной из центральных на микрорайоне Восточной-2? Самое интересное, что соседние небольшие улочки и даже проулки имеют таки нормальное асфальтированное покрытие. Жители негодуют. Мол, откуда берутся решение, где стелить асфальт, а где нет? Мы, в свою очередь, отправили запрос в администрацию для уточнения вопроса об асфальтировании именно этой улицы. На что получили ответ, что асфальтобетонное покрытие имеется от улицы Трактовой до улицы Мирной. В соотношении всей улицы этот участок лишь незначительное исключение из общего бездорожья. Также в отделе капитального строительства нам сообщили о том, что в 2011 году капремонты на Уральской не планируются. Так что придётся жителям ждать ещё минимум год. И это в лучшем случае. Полина Сюткина, Ренат Юмакаев, информационная программа «Время новостей».